Это Кошка русского бойца, но его сегодня не передали. Его оставили на Харьковском СИЗО. Его не привезли сюда на обмен. Это с Депра Кошка. Она что-то нет. Попросилась, да? Да. Она должна была ехать с бойцом к Седникову, но его оставили на Харьковском СИЗО и не отдали на обмен. А почему? Не знаю. Откуда вы сами? Я сам смотрю. Как вас зовут? Как с вами обращались? Ну, первый раз в Креме попал еще в 2014-м. Ляшко, депутат Верховной Рады, принимал Масичев, лично опызал. Осужден на 12 лет, полный год. В 2014-м году в Креме наконец-то домой попал. Сколько получаешь? Три года? Три с половиной года. А что ты в этом делаем будешь? Честно? Хочу покупать зеван. Чего больше зеван? Ну, вот так. В карме. А ты готов? Дальше, посмотрю. Но этой власти не дадим. И вот вчера были у нас провокации. Заходила Гераченко. Говорила, что полюбит все документы наши, все помиловки наши, осужденные. Сделал всякие провокации, чтобы, скорее всего, взорвать где-то подмет. Тогда так. Провоцировал. А вы, что это девочка? Меня Кирилл зовут. Ты сказал по полюбителю раньше? Да, это девочка вопросов. Угрожало паспорта порвать. Как так? Говорила, что мы сюда повезли. Ну, они прячутся в России. А вы в ополчении в армии были? Он должен был ехать, потому что у него вещи даже с нами. Он на хостелях, у него нога пробили поломанная. Чуть-чуть назад. Чуть-чуть. Пальцы, вон, пальцы перебитые. Так что отойдите назад, чуть-чуть. А зачем пытались, что хотели? Вот. Так что. Чтобы я признал свою вину о том, что я русский ФСБшник. Не гражданин Украины. А вы откуда сами? Я с Донбасса. Третий, Максиев. Товарищи журналисты, отойдите. Шаг назад, сделайте, пожалуйста, шаг назад. За шагом назад. Все, проходите, пожалуйста, дайте всем отойти. Пожалуйста, как тебя зовут? Кирилл зовут. Расскажи, что происходило перед обменом. Ты говорил, кто заходил к вам, да? Да, заходила Герасченко, угрожала всем, что порвет документы, паспорта, так как мы не являемся гражданами этой страны, что мы оккупанты, оккупировали страну полностью. Порвет всех помиловку, чтобы никто не мог не вернуться ни к родным. Близким, то есть никуда, чтобы были все без документов. А все как обращались? Меня обвиняют в захвате блокпоста. Пытал лично депутат Горковной Рады Игорь Масейчук, Лешко в 2014 году. Осудили на 12 лет. Вот. Так что, а сейчас держали в условиях сырых зданиях, кормили тухлой рыбой, в какой автобус проходим, и так далее. Да, подписали. Я думаю, что грех.